Привет, вы на канале Денису Микрофона. Я понимаю, что это видео может провалиться в такую огромную информационную дыру. С одной стороны, внезапная смерть Алексея Навального, главного российского оппозиционера, а с другой стороны, практически потеря Авдеевки, но по крайней мере, катастрофические новости с линии фронта. Но в то же время важно продолжать бить в набат, важно продолжать говорить о том, что происходит с Украинской Православной Церковью. Это вопрос не только религии, не только веры, это вопрос прав человека, права верить, право на свободу вероисповедания, право на то, чтобы оставаться в своей церкви. Но в то же время понимаем, что продолжается такое вот наступление, то есть идет нападение по всем фронтам. Мы заметили, наверное, с вами и многие из нас, что вот когда что-то недоброе происходит в стране, внутри страны, когда какие-то плохие новости, будь то какие-то поражения на дипломатическом, военных каких-то фронтах, то пытается этот негатив перекрыть и иногда используя взаимоотношения с религией. Как мы знаем, готовится к принятию законопроекта запрети Украинской Православной Церкви во втором чтении, после которого он может быть подписан президентом и должен будет принят быть к исполнению. И, в общем-то, понятно, что в юридическом ключе не очень просто будет им запретить всю Украинскую Православную Церковь, потому что это не одно юридическое лицо, а десятки тысяч юридических лиц по всей стране. Это миллионы православных верующих, но в то же время такие попытки активно делаются. Мы можем увидеть с вами сетевое издание «Главко». И, в общем-то, и до этого, как бы и офис президента, и другие какие-то властные структуры через такие небольшие информационные ресурсы разгоняли определенные месседжи, сливали определенную информацию, давали нужные комментарии. И, в общем-то, вот вычленяя, понемногу беря какие-то фрагменты, можно всегда найти истину. Прошу вас поддержать канал «Денису микрофона», чтобы иметь возможность всем, кто готов слышать, доносить правду о происходящем в Украине. И очень важно, чтобы могли также еще подключаться люди, могли они помогать с какими-то запросами, могли они помогать отсылать это видео тем, кто должен его видеть в разных правозащитных организациях, и без вашей помощи тут совершенно не обойтись. Потому прошу вас поддержать, и добрым словом, и молитвенно, и финансово, к сожалению, именно в такое непростое время мы живем, и все ссылки находятся в описании под видео. Проблема Ануфрия называется материал «Главные дилеммы». Здесь, в общем-то, человек, автор этой статьи, он достаточно пространно, Павел Вуец его зовут, он пространно рассуждает о том, что происходит, как происходит, что вообще вот с религиозной ситуацией. Очень однобокий такой взгляд, очень субъективный, больше это похоже на не статью для прессы, а такую просто какую-то авторскую публицистическую колонку, такой вот блок, где автор делится своим мнением. Здесь он задает вопрос, судьба Московской внезапно церкви, что предлагают власти, оппозиции и СБУ. Московская церковь, напоминаю, в Москве, украинская православная церковь в своей стране. И, в общем-то, ее составляют украинцы. Церковь имеет свой статус, церковь самоуправляемая, с главой митрополита Ануфрием Блаженешим. Понятно, есть много вопросов, и много вопросов, как это происходит, что происходит, и, к сожалению, их на самом деле для меня лично больше, чем ответов. Но не об этом речь. Давайте посмотрим вот на некоторые тезисы, что он тут пишет. Он рассказывает о законопроекте 83-71, мол, что он там конкретно не говорит об УПЦ, но все в один голос говорят, это закон, направленный на запрет УПЦ. Это закон, направленный против конкретной религиозной конфессии. И, повторюсь, несмотря на все купленные социологии, несмотря на то, что нам пытаются пропихнуть, это самая большая религиозная конфессия страны. То есть большинство людей ассоциирует себя именно с Украинской православной церковью. Ахтор статьи считает, что в первом чтении закон был слишком легким, слишком легковесным. Он в этом винит, в том числе, как он пишет, лоббистов Москвы, лоббистов Московского Патриархата, называет там нескольких депутатов, которые, вероятно, невероятно сильны и могущественны. Но надеется, что ко второму чтению достаточно радикальными правками этот закон наполнит. Но в то же время он боится, что ряд депутатов побоятся за него голосовать. Но напомню, и он описывает эту ситуацию, что 50 депутатов пришли к Руслану Стефанчуку, к спикеру Рады, с письмом, с просьбой отправить этот закон, законопроект, на Венецианскую комиссию. Для того, чтобы получить ответ, вообще не нарушает ли он какие-то нормы международного права. И все прекрасно понимают, что нарушает. Не говоря даже о международном праве. Этот законопроект нарушает даже нормы украинского законодательства. Этот законопроект нарушает нормы главного закона страны, Конституции. И безусловно, это полнейшее пренебрежение правами и свободами граждан. За такое неплохо бы судить, за такое неплохо бы привлекать, вплоть до уголовной, к ответственности. Но мы понимаем, что сейчас вот все увидели врага. Врага в кавычках, безусловно, потому что церковь не может быть врагом. И почему-то кажется, вот сейчас ее запретим и заживем, правда, судя по всему, недолго и нехорошо. Потому что нельзя бороться с Богом. Нельзя бороться с Его Церковью. Эта борьба всегда заканчивается одинаково. Поражением того, кто борется. Всегда заканчивается очень плохими последствиями. И какие-то времена могут казаться временами благополучия, какого-нибудь такого застоя. Но все равно итогом будет развал. Итогом будет крах. Если, конечно, вовремя не обратиться к Богу и не сотворить достойный плод покаяния. Но здесь очень интересный комментарий. Вот, кстати, фотография. Народный депутат Артем Культенко, мол, якобы он оказывает огромное влияние на руководителя МОНа большинства Давида Арахамию. И его автор данного материала винит в том, что не проталкивают законопроект во втором чтении. Не получается так быстро его вынести. Может там не хватить голосов. Кто-то может снять свои голоса. Ну и вообще как-то все не так радикально и не так жестко. Описывает, что оппозиция, имея в виду европейскую солидарность, партию Порошенко, уже очень хочет этот закон принять. Тем более, что у них есть и свой законопроект, который они активно проталкивают. В частности, Николай Княжицкий. Человек, который, по-моему, спит и видит, как бы ему запретить украинскую православную церковь. Наряду с Порошенко. Причем в законопроекте Княжицкого есть один очень интересный момент, которого нет в других законопроектах. Цитирую. Княжицкий отмечает, что законопроект авторства его фракции состоит из двух частей. Одна из них запрещает деятельность русской церкви и связанных с ней организаций. А вторая закрепляет упоминание о том, о си в украинском законодательстве. Но мы знаем, что в ту самую пресловутую грамоту от патриарха Варфоломея попал Петр Порошенко как пилат в верую. Там он упомянут, что в его царствование, в его время была выдана данная грамота. Но решили, видно и в этом законе, закрепить упоминание об этой грамоте, причем очень интересным образом. Нардеп призывает принять во внимание опыт Польши и других европейских стран, где по сути главный православный иерарх, Польша это митрополит Сава, который не поддержал предоставление вселенским патриархам Томаса ПЦУ. И только при его благословении в стране могут действовать другие православные церкви. То есть, что они хотят сделать? Они хотят сделать мало им того, что ПЦУ Государева уже церковь государственная на государственных рельсах, которая обеспечивается государством, куда бюджетников сгоняют на какие-то мероприятия, где организовывают визиты, где возят Думенко как госчиновника. Но, в общем-то, этого мало. Давайте-ка сделаем Думенко главным по православию. Пусть он решает. Эти православные, эти нет. Этим давать регистрацию, этих снимать. И как вообще оно будет? Причем, напомню, что Украина это светское государство. И по конституции это светское государство. Церковь отделена от государства. Государство не имеет права вмешиваться во внутренние дела церкви. И уж точно там назначать иерархов, наделять их какими-то полномочиями и прочее, прочее, прочее. Но похоже, что опыт какой-то там Византии, средних веков не дает покоя нашим нардепам. Ну так возьмите сразу Сергея Петровича, усадите его в парламент, усадите его в кресло премьер-министра. Он и так встречается то с генералами, то с политиками, то с дипломатами. Кто он такой? Он руководитель небольшой, достаточно религиозной структуры. Да, одиозный. Да, очень громко сегодня. Да, обласканной властью. По самое не могу. Но он всего лишь религиозный лидер. Причем нельзя его назвать духовной совестью нации, народа, примером. Но мы все понимаем, кто такой Сергей Петрович Думенко и с чем это все едят. Ну вот предлагает Княжицкий, чтобы его назначить главным, так сказать. Приводит пример в Польшу. Расскажите мне, какие религиозные конфессии запрещены в Польше? Может быть, Польша борется с какими-то религиозными конфессиями? Может быть, Польша пытается кого-то запретить? Может быть, Польша пытается у кого-то забрать святыни? Может быть, Польша пытается кого-то там угнетать? Нет. Да я больше вам скажу, польские православные немало помогали и помогают украинскам. Польские православные... И я в свое время, кстати, там встречался с патриархом Варфоломеем, который приезжал привезти помощь украинцам. Я опрашивал украинцев, которые стояли в этом храме на молитве. Чем им помог патриарх Варфоломея? Они говорят, ну, вин за нас помолимся. И это хорошо. И хорошо, что помолился. Но, к сожалению, помощи никакой не привез. А вот благотворительные фонды польские, благотворительные организации православные, они оказывали и оказывают огромную помощь. Причем Фонар исключительно делал картинку, рисовал, показывал свою важность. Хотя на самом деле все это пшик. Ну да ладно, вернемся к тому законопроекту. И вернемся к материалу ресурса главком. То есть, вы понимаете, Думенко хотят назначить главным по православию. Господин назначил меня любимой женой! Теперь. Согласно нашему законопроекту, ОПЦ МП обязана разорвать все отношения именно с русской церковью. Это должно делаться из-за угрозы национальной безопасности, объясняет нардеп свои предложения. А угроза национальной безопасности, как основания для ограничения свободы мнения совести религии и свободы собрания, упоминается в статьях 9-й и 11-й конвенции по правам человека. В правительственном же законе вообще речи не идет о русской церкви. Там не было ссылки на национальную безопасность. Именно из-за отсутствия этой ссылки нас могут критиковать наши западные партнеры, потому что если мы кого-то запрещаем, то должна объяснить почему. И в своем проекте я все выписывал в соответствии с конвенцией по правам человека и решениями ЕСПЧ, которые мы изучали. То есть не все так просто. Они изучают решения, они понимают, что это может вызвать волну, просто невероятное количество исков, где люди будут искать себе убежище, где люди будут искать защиты, где люди будут получать компенсацию от Украины за нарушение их конституционных прав. И эти дела будут выигрышны. Нет, не быстрые, они будут вестись годами, но все они в итоге могут быть выиграны. Что безусловно очень ударит не просто по имиджу страны, ударит и по бюджету, ударит по таким вот, ну на самом деле политически давным-давно сбитым летчикам, как Николай Княжицкий. И по сути вся та зеленая армия, которая сейчас там в парламенте сидит, безумно давя на кнопки, лишь бы что-то принять. Кстати, напомню, что президент подписал закон о медицинском применении каннабиса. Не знаю, насколько все это будет в медицинских рамках. У нас, к сожалению, все равно страна чудес, страна возможностей. Потому очень боязно мне после принятия таких законопроектов. Княжицкий также недоволен тем, что правительство предлагает каждому приходу делать религиовическую экспертизу и потом долго судиться с ними. Дорде предлагает пойти по противоположному пути. Мы предлагаем, чтобы организация Мукова в уставе записана, что не является частью ПЦМП, давать время разорвать все отношения с Москвой в течение 30 дней. А в дальнейшем, если они их не разрывают, то прекращать их деятельность и ключевое забирать имущество. Вы думаете, их интересуют бумаги? Их интересуют имущества, их интересуют храмы, их интересуют святыни, они хотят все забрать. Да-да, как шариков. Взять все, да и поделить. Окей, думал. Монобольшинство пишут, не хотят, не готовы принимать эти инициативы. Тут же слово берет Никита Патураев, человек неоднозначный, который совсем недавно Сергеем Петровичем Думенко участвовал в Днепропетровском турне. Они были в Днепропетровской области, в самом городе Днепре, и немножко там проехались, выступали. Ну, в общем-то, такая группа друзей-чиновников. Понятно, что Патураев не сам это все организовал. Человеку не сказать, чтобы сильно религиозный, но очень настаивает против УПЦ. Очень хочет запретить Украинскую Православную Церковь. Нежелание делает резкие шаги, ему на большинстве аргументируют началом процедуры скрининга украинского законодательства со стороны Еврокомиссии, которая обязательно в процессе вхождения страны-кандидата в ЕС. Патураев предупреждает, что если во время второго чтения нашпиговать будущий закон противоречивыми нормами, то в результате Еврокомиссия может заставить уже принятый закон отменить вообще. И тогда нынешнее положение вещей из УПЦ МП будет легализовано во веки веков разводят руками президентский соратник. То есть они не боятся того, что они нарушают закон, они не боятся того, что они ломают через колено своих граждан, они не боятся, что они ни во что не ставят людей, они боятся, что кто-то там в Европе на них посмотрит и надавит. Так давайте громче об этом говорить. То есть вы понимаете их Ахиллесову Пяту, что они очень боятся этого взгляда со стороны, они боятся европейских политиков, мировых политиков, они боятся какие-то правозащитные организации. Надо говорить, надо доносить. Я понимаю, что это кажется таким глазом вопиющего в пустыню, но важно это делать. Важно помнить, что каждый из нас сегодня был о церкви. Не можете говорить сами. Поддержите тех, кто рядом, тех, кто говорит сейчас, говорит и защищает церковь. Поддержите канал Денису Микрофона. Поддержите многих других людей, которые, возможно, теряя очень много, идут вперед и стараются говорить и доносить правду. Подписывайтесь на канал, распространите ссылки на это видео. До скорой встречи!